Помните такое стихотворение? Мне тринадцатый минало, я пас ягняты за селом. Пасу курчаты под двором. Это диаген, у него работает один глаз, поэтому его забиваю. Кто-то находит со мной тут. Правда, я его сейчас еле нашла. Типонька, с какой стороны ты не видишь? Типонька, еле нашла, в цветы залез в хосту. Один хвост торчал из хосты. Рыжий тебя ищет в доме. Вот это они вдвоем бы тут на пару гуляли, друг друга пасли. Любит под этой швейной машинкой сидеть, под мангалом. Зато ему спокойнее. Еда есть, бункер есть отдельный, личный. Ночь прошла хорошо, спокойно. Массу набираем. Вот опять он идет к моим тапкам. Ты мои тапочки любишь? Смешно. Смешно и неуклюжий. Сегодня погода просто прелесть. Не хочется и в дом идти, ничего там не делать на печке. Тем более праздник. Говорят, нельзя ничего делать, кроме приготовления пищи. Такое умиротворение сегодня. Я люблю вот эту фразу. Умиротворение. Ладно написать без грамматических ошибок. Вот небушка какое сегодня. Супер! Было бы так до конца лета. Идеальная температура для нашей планеты. Тоже умиротворение. Вот у меня еще одно имя новое появилось. Петушок такой, гардемарин. Он из петушков самый маленький. Такой живенький, лохмоногенький. Он мне харатьяна напоминает. Я говорю харатьян, гардемарин. Эти большие все. Это корочка. Курица в домике несется. У нее время родов. Поэтому у нас тут сейчас тишина и порядок. Он лапы задрал. Можно, конечно же. И гардемарин расхаживает. Любит на пенек залетать. Травка остается. Он на пеньке всегда сидит. sentать. Однако. Но за разум. Это аппетита. Но на пняк. Время. Попробуем. Аппетита. У меня не надо. Продолжение следует...